В выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского работает экспозиция, представленная Государственным музеем Востока, Москва. Нам через три года исполнится 100 лет Государственному музею Востока. Мы делаем выставку за выставкой и показываем свои выставки не только в своих залах в Москве, в самом центре, на Никитском бульваре, но и вывозим самые разные наши выставки в различные уголки безграничной России. Выставка «В горах, в степи, в пустыне» познакомит воронежцев и гостей города с лучшими образцами традиционного искусства 19-20 веков, созданных мастерами Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Всего представлено более 80 предметов бытового назначения. Медная и глиняная посуда, детали одежды, вышивки, ковры и войлоки, созданные мастерами Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Казахстана. При создании изделий из металла использовались разнообразные техники – ковки, чеканки, гравировки, штампы, черни, инкрустации и золочения. Техника чеканки, дополненная гравировкой, получила широкое распространение в изготовлении медной утвари в Азербайджане. Медная посуда очень высоко ценилась и зачастую составляла единственное богатство семьи, ведь мусульмане в быту не пользовались посудой из драгоценных металлов. Особым явлением в искусстве вышивки стали азербайджанские так называемые посольские скатерти, которые зачастую дарились также иноземным гостям. Издали они напоминают мозаичное панно с центрической композицией. Шитье цветными шелками дополняется аппликацией из разноцветных кусочков сукна. Самое интересное, что создавали эти вышивки только мужчины. Ковроткачество – это визитная карточка любой восточной страны. Ковры изготавливались для домашнего обихода, служили предметами торговли, ими выплачивали дань. Они порой были единственным украшением жилища, иногда заменяя собой мебель. Воронежцы увидят ворсовые ковры из крупнейших ткацких центров Армении и Дживана из Ангизура. Переметные мешки для перевозки вещей, сделанные из карпетной ткани в Азербайджане. Выставка продлится до 24 января 2016 года.